Нынешнее послание президента было главным образом направлено на решение проблем внутри нашей страны. Не сильно было акцентировано конкретные меры поддержки в отношении малого и среднего бизнеса. Обидно за регион, что 13 лет не брали кредитов. Надо было брать. Сейчас мы получим ряд проектов в Бирюзовой Катуне, по Ортеку. Стандартный ход власти в преддверии предстоящих серьезных выборов. Раздадим вам по 10 тысяч, чтобы вы с голоду совсем не умерли. А вообще, куда мы движемся и что мы дальше будем делать? О выплате семьям со школьниками 10 тысяч рублей, хоть мы и предлагали в прошлом году, но, слава богу, что в этом году она будет реализована. Есть у нас проблемы с уплатой алиментов? Безусловно, есть. Донастроили эту тему. А тема еще турбизнеса, да, это тема шикарная для Алтайского края. Мое почтение, я Александр Михельсон, и это очередная переговорка на amig.ru. И, как видите, она будет у нас записываться не в нашей стандартной студии. Дело в том, что сегодня мы решили собрать оперативно мнение, скажем так, политического и общественного бомонда Алтайского края и города Барнаула в связи с выступлением нашего президента. Чье послание только что все мы прослушали и вот теперь делимся впечатлениями. Нынешнее послание президента было главным образом направлено на решение проблем внутри нашей страны, в социальной сфере, в экономике, направленное на достижение поставленных национальных целей развития. Президент особое внимание уделил поддержке различных категорий, социально незащищенных категорий населения, решению тех проблем, которые породила пандемия коронавируса и в сфере занятости, и в сфере подъема экономики, восстановления экономики. Поэтому очень много инициатив не звучало, все они лягут в основу наших конечных планов и наших решений, и мы приступим к их реализации. Только что закончилось выступление президента и первого, кого мы хотим спросить о впечатлениях, Сергей Войтюк, это председатель Алтайского регионального отделения ОНФ. Это человек, который организовывал это слушание, если так можно назвать, и дальнейшее обсуждение здесь в Шишковке. Ваши впечатления, что понравилось, что не понравилось? Наверное, есть что-то не понравилось. Ну, очень понравилось все-таки то, что основная масса, то есть и основной пул посылов, который был обозначен президентом, касался внутренней политики, то есть тех проблем, которые были. И мне, как человеку в прошлом из медицины, да, очень близко и понятно, что первый блок был посвящен все-таки вопросам, связанным с пандемией, вопросам благодарности нашим врачам, волонтерам, которые участвовали в этом сложном периоде. К сожалению, человеческая память так устроена, что мы зачастую забываем очень быстро все, что проходит. На самом деле ситуация-то непростая, да, мы видим, как она развивается сейчас в очередной раз в целом ряде стран. Президент об этом подчеркнул, это действительно так, это очень важно, да, то есть будут вопросы, связанные с поддержкой. Они у нас такие системные, да, у президента обозначены, да, в части демографической политики, поддержки семьи. Может быть, вот в части бизнеса чуть меньше прозвучало, да, поддержки, и вот это, наверное, отчасти не понравилось, потому что вот не сильно было акцентировано конкретные меры поддержки в отношении малого и среднего бизнеса. Очень понравилось, что это символично, то есть в день местного самоуправления, это вопросы, связанные, ну, с развитием регионов и поддержкой местных инициатив, да. В этой части, конечно, ну, вот обидно за регион, что 13 лет не брали кредитов, и надо было брать, да. Надо было брать, то есть вот в этой части нравится позиция нынешней команды губернатора, который не стесняется вот в этом формате, да, реализовывать проекты. Один что-то там действительно с торицей откликнется в виде инфраструктурных кредитов, тогда в этой части единственное, нужно не стесняться. Тем более часть направлений обозначена, которые для нас важны и приоритетны, та же самая газификация, потому что вот на прямую линию это в топ-5 точно попадает, то есть вопросы бедности, понятно, низких пенсий, да, то есть вот вопросы уровня доходов населения по региону, они самые животрепещущие, а вот в топ-5 все равно входят вопросы газификации, да. И в этой части с нашими расстояниями, и с нашей, что называется, развития инфраструктуры, это очень важно, эти кредиты инфраструктуры, надо их не стесняться брать. То есть туризм, да, то есть опять же должен развиваться, и в этом направлении тоже хотелось, чтобы движения были, ну, поступательные, то есть сейчас мы, понятно, получим, наверное, ряд проектов Бирюзовой Катуни, да, то есть по Ортеку, ну и чтобы эти направления тоже экотуризма получили свое развитие. Что касается, вот может быть, чего не хватило, да, это как раз вот вопрос по пенсионному обеспечению, либо я вот вроде внимательно слушал, вот этот акцент хотелось бы более четко услышать, потому что для нашего региона, где почти 110 тысяч пенсионеров с минимальным размером пенсии, там в 9,148, если не ошибаюсь, и при коммуналке практически в зимний период сопоставимый, это очень серьезные вещи и очень проблемные. Мы, опять же, заложники низких заработных плат в определенные периоды времени, поскольку в основном аграрный регион, соответственно, это теперь сейчас и низкие пенсии, и вот этот город его узел надо как-то разрубать. Не показалось вам, что много таких откровенно милитаристских настроений? Это все было в конце, но, мягко говоря, так намеки понятные. Алтайского края это мало впрямую касается, но тем не менее. Ну, тем не менее, но с другой стороны, вот в этой части, наверное, акцентом традиционно, о чем президент сказал, да, о том, что броня крепко, кинжалы наши быстрые, да, то есть в части я поддерживаю обозначить свою позицию в страну, о том, что она монолитна, о том, что те, кто к нам с мечом придет, тот от меча и... Может и получит, да, то есть поэтому в этой части, но важно, чтобы было сказано, что мы в любом случае, условно говоря, как говорится, хотят ли русские войны, да, мы не агрессоры. Мария Прусакова, первый секретарь коммунистической партии Алтайского края, правильно я сказал? Недавно она у нас была на интервью, которая с большим успехом пользовалась и на Ютьюбе, и на Амике. Ну, вот сейчас мы хотим взять у вас тоже комментарии по поводу обращения президента, что понравилось, что не понравилось, чего бы хотелось еще услышать, чего не услышали. Ну, если вкратце сказать первые впечатления, конечно, ожидаемая вот такая адресная раздача денег конкретным социальным категориям, я бы даже сказала, конкретным социальным категориям избирателей, поддержка мам, учителей, в принципе, ну, стандартный ход власти в преддверии предстоящих серьезных выборов, главные государственные органы. Но очень грустно, что ничего не было сказано ни о сельском хозяйстве, поддержке сельского хозяйства, не было ничего сказано о реальных мерах поддержки малого-среднего бизнеса, который действительно очень серьезно пострадал. И президент в своем послании достаточно большую часть уделил как раз рассказам о том, как мы это время тяжело переживали. Я считаю, что все-таки такого уровня послания президента, да, это все-таки такой стратегический посыл, в котором должны быть обозначены ближайшие цели, задачи, перспективы, к которым мы должны двигаться. Не просто сегодня вот раздадим вам тут по 10 тысяч, чтобы вы с голоду совсем не умерли, да, а вообще куда мы движемся и что мы дальше будем делать. Так вот этого совершенно не было. Ну, если так, в сухом остатке цель главная, которая была обозначена борьба с бедностью, так послушайте, ну мы об этой цели слышим на протяжении уже нескольких десятков лет, а с каждым годом становимся все беднее и беднее. Поэтому, может быть, уже хватит говорить об этом, пора уже начать с ней бороться. Поэтому, конечно, в целом есть понимание того, что сегодня нет никаких серьезных стратегических целей и задач по коренному изменению, повышению уровня жителей в целом нашей страны, по действительно какому-то, ну, поднятию точек роста, там, промышленности или кардинальному изменению отношению сегодня, в том числе и к сферам таким, как социальное, да, там, здравоохранение. Понятно, в ситуации с ковидом сегодня мы видим меры поддержки, это скорые помощи, это другие средства, которые выделяются. Но когда сегодня говорит президент о выделении средств на ремонт домов культуры и поддержке культуры, хочется задать вопрос, а зачем же вы тогда столько лет экономили? И для того, чтобы сейчас ремонтировать, ведь фактически у нас сегодня в Алтайском крае дома культуры остались только в городах последние, а в селах они все просто обветшали и развалились, вот теперь мы их будем доблестно ремонтировать. Поэтому, конечно, для меня ничего удивительного, ничего оптимистичного я не вижу, есть только понимание того, что если власть сегодня, ну скажем так, единственным аргументом использует раздачу денег, ну значит дела у нее совсем плохие и перспективы на предстоящих сентябрьских выборах не самые радужные. Послание президента 2021 года, на наш взгляд, было прежде всего реалистичным, системным, социальным. Оно было спокойным и уверенным. Отрадно, что большую его часть президент посвятил вопросам социальным. То есть справедливая Россия социал-демократическая партия, и поэтому вопросы, как бы связанные с социальной поддержкой, социальной защитой, очень важны. Среди прочих мер, которые анонсировал президент, предлагаем мы, кстати, справедливой России, идеи о поддержке неполных семей с детьми, да, мы буквально недавно законопроект внесли. Наша идея о выплате семьям со школьниками 10 тысяч рублей, хоть мы предлагали ее в прошлом году, но, слава богу, что в этом году она будет реализована. Жаль, конечно, что мы не услышали в послании ожидаемой справедливой России идеи возвращения индексации пенсии работающим пенсионерам, а также введения для малоимущих безусловного базового дохода, но я думаю, что это все-таки дела ближайших, если не месяцев, то лет. Отрадно, что, опять же, идея справедливой России о том, что средства федерального бюджета надо тратить на инфраструктурные проекты, она, наконец, себя нашла. То есть здесь речь идет и о бюджетных кредитах, причем как раз тем, на инфраструктуру, причем как раз тем субъектам, которые вели рачительную бюджетную финансовую политику и не раздували госдолг. Наконец-то вот эта наша политика Алтайского края, жить по средствам, она на федеральном уровне будет учтена. Ну и последнее, наверное, это вот внешняя политика государства. В этой части послание было, еще раз говорю, спокойным, уверенным. Президент никаких громких, сенсационных заявлений здесь не сделал, но дал понять, что национальные интересы Российской Федерации будут, естественно, как бы сохраняться, охраняться, и мы не потерпим какого-либо вмешательства наши национальные дела и оставляем за свое право дачи жесткого, асимметричного ответа на какие-то недружественные посягательства, которые могут возникнуть. Может быть, ожидания было больше, как я заметил, доиндексация пенсии работающим пенсионерам, или же вопросы, связанные с какими-то аспектами другими, безусловный базовый доход, введение. Вот здесь президент в очередной раз показал себя именно как политик рациональный. То есть, да, ожиданий много, но мы должны понимать действительно, что есть определенные, наверное, размеры бюджета, и, естественно, мы должны все эти вопросы решать, решать последовательно поступательно. Поэтому абсолютно уверен, как бы, что средств достаточно, тем паче, что, еще раз говорю, вот, как бы, ноу-хау этого послания, что мы раскупориваем кубышку, но не для раздачи денег вертолетных, да, а именно для вложения их в инфраструктуру. Послание отражает сегодняшнюю ситуацию, которая есть в стране. Это так называемая пусковидная реальность. И проблемы регионов, которые есть, они сегодня явно прозвучали. И две трети времени послания было посвящено именно вопросам внутренней политики, решению проблем, которые есть у регионов. Я, как депутат муниципального уровня, хоть и сегодня слово местное управление не прозвучало, но те проблемы, которые есть, они все находятся на земле, и мы их здесь прекрасно видим и ощущаем. Очень хорошая идея – это реализация, называемая так, инфраструктурных бюджетных кредитов. В частности, для города Барнула одна из таких идей – это строительство обхода. Города Барнула, транспортная структура, которая уже, так говорить, давно созрела, есть документы, но не было под нее финансирования. Я надеюсь, что как раз после сегодняшнего послания этот проект заиграет умными красками и наконец-то будет реализован. Для города Барнула это очень важно. Следующая проблема – это обновление общественного транспорта. Тоже сегодня прозвучало в послании. Город Барнаул такую заявку подготовил, веб. И я думаю, что мы тоже, удастся нам решить эту проблему положительно. Я приветствую еще одного человека, чье мнение хотелось бы услышать. И это еще один некогда гость нашей переговорки. Денис Голобородько, председатель регионального исполкома партии «Единая Россия». Я вечно в этих регалиях путаюсь. Денис, ну, крайне интересно, действительно, ваше мнение, особенно потому, что вы человек молодой и, я так понимаю, амбициозный. Вы послушали сейчас это обращение, которое многих, ну, смутило тем, что много денег, раздадим туда, раздадим сюда. Вот. И вроде как предвыборное совершенно такое послание-то получается для тех, кто выбирать пойдет. Вот. Не показалось вам так? Что вам понравилось, что нет? Меня вот в этом плане ничего не смутило. Что касается предвыборного характера возможного, ну, наверное, это не так важно. Важно то, что содержательно пойдет на сегодняшний день. И мне показалось, что, в принципе, были не просто единовременные какие-то выплаты, да. Давайте вот 10 тысяч сюда, 50 тысяч сюда. Конкретная точная донастройка той проблематики, которая есть. Есть у нас проблемы с уплатой алиментов? Безусловно, есть. Донастроили эту тему, да. Есть у нас тема школьников и поддержки именно школьников подготовки к учебному году. Да, выплаты единовременно, но донастроили именно точечную тему. То есть, действительно, меры поддержки, они увеличиваются. Это нормально. Но важно, чтобы они правильно были настроены. Вот здесь, в данном случае, я это вижу. Поэтому меня это не смущает. Все эти меры, которые были заявлены, вы считаете, финансово подкреплены? Да, я уверен, что они финансово подкреплены, потому что знаю, как разрабатываются проекты бюджетов, этих предложений. И сам сейчас, работая в рамках Комитета по праву и политике Законодательного собрания, четко понимаю, как за каждое решение мы бьемся и какое обсуждение проходит с Министерством финансов, в частности. И явно президент не вышел с инициативами, которые были не проработаны. Поэтому исполнение будет четкое и темы-то важные, которые давно находятся на повестке. Я вот вчера был в Хабарах, в сельских ДК двух, в Свердлово селе и в селе Каратая. Они еще остались там? Состояние оставляет желать лучшего. Один работает только в летний период, а другой, собственно говоря, требует тоже уже ремонта. Поэтому мы их посмотрели, сегодня инициатива озвучена. По проекту «Культура малой родины» мы, как партия, это делали. Но, собственно говоря, сейчас эти огромные вливания, которые могут быть в эту сферу, они нужны. И, безусловно, положительная инициатива. Скорая помощь, мы тему поднимали, школьные автобусы. То есть это все нужные вещи, и от них отказываться нельзя. Другое дело, что, возможно, все сразу не сделаешь, и еще много тем остается. Например, тема развития местного самоуправления, которая озвучена в послании не была, несмотря на то, что сегодня день местного самоуправления. Но, тем не менее, нужно постепенные шаги делать. Я уверен, если бы только предвыборный характер имело это обращение, то меры поддержки были бы большие. Но огульное этого наше руководство страны делать не стало. Я считаю, здесь все правы. Что-то не понравилось или все понравилось? Ну, когда есть дополнительные меры поддержки, как нам может не нравиться? Я думаю, здесь положительный эффект 100%. Это же в том числе вливание в экономику этих средств. Они же никуда не уйдут просто так по карманам. Они будут работать. А тема еще турбизнеса, да, это тема шикарная. Для Алтайского края, я думаю, это позволит нам регион эффективнее развивать. Если у вас есть какие-то альтернативные мнения, альтернативные впечатления, что-то понравилось, что-то не понравилось, пишите в комментариях. Мы с интересом их читаем, на какие-то отвечаем. Но, как бы то ни было, ваше мнение всегда интересно, потому что и само послание президента в конце концов было адресовано всем нам. Не только журналистам и не только политикам. До следующей встречи в переговорке.